Согласно стратегии социально-экономического развития Краснодарского края в 2030 году экспорт продукции, произведенной на Кубани, должен будет составить порядка 27 миллиардов долларов. При этом доля несырьевого экспорта в общем объеме составит от 65 до 85%. Об этом мы сегодня говорим с руководителем Центра координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Романом Воротниковым. Роман Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Центр работает на Кубани уже с 2012 года. Какие мы можем озвучить результаты деятельности Центра уже сегодня? В каких секторах производства у нас наиболее сильный экспортный потенциал? И как вы можете оценивать готовность кубанских производителей к выходу на международные рынки? Ну, стоит отметить, что Центр был создан в 2012 году. С 2012 года проводим свою работу по поддержке малых и средних экспортеров. Если говорить о общих результатах, ну, соответственно, много лет уже свыше тысяч компаний получили различные услуги. Это свыше там двух тысяч обработанных различных заявок. Количество услуг и мер поддержки сейчас в принципе беспрецедентное. То есть очень большой спектр услуг, которыми можно воспользоваться. Я думаю, мы чуть позже об этом подробнее поговорим. В настоящее время у нас действительно очень большие планы в рамках нацпроектов по развитию экспорта. И на мой взгляд сейчас как раз то самое время, когда данный проект должен реализовываться. И здесь дело и в экономической ситуации, в принципе, которая предрасполагает к тому, чтобы компании выходили на экспорт. В том числе и состояние на финансовых рынках. То есть все мы знаем, что после 2014 года валюта в цене у нас выросла. Соответственно, импортеры, которые завозили продукцию, от этого проиграли. Испортеры, которые вывозят продукцию и, по сути, продают, как правило, в зарубежные страны, в иностранной валюте свою продукцию, они от этого выиграли. По сути, им стало более прибыльно экспортировать, чем реализовывать товар, например, в каких-то других регионах или на внутреннем рынке. Как известно, выход на внешние рынки довольно непростая задача, особенно для тех предприятий, которые до этого работали и ориентировались только на внутренний рынок. Какие услуги оказывает Центр поддержки экспорта вот этим новичкам? Для новичков, прежде всего, важные знания. Для этого у нас есть свой образовательный проект. Проводим мы его совместно с Российским экспортным центром. Данный образовательный проект включает в себя 11 модулей, начиная от самых базовых знаний для экспортеров, соответственно, что такое экспорт, куда, как выходить, заканчивая уже более специфическими знаниями, как правильно оформлять сделку, то есть таможенное оформление, логистика, маркетинг, как правильно общаться с зарубежными партнерами, как их искать. Ну и, естественно, как пользоваться различными мерами государственной поддержки, как привлекать финансирование под определенные экспортные проекты, ну и, соответственно, многое другое, например, прохождение сертификации или, например, составление экспортного контракта, то есть как его правильно составить, какие правильно прописать там условия, в том числе согласно инкотермсу и так далее. Всему этому учат квалифицированные специалисты, которые прошли обучение в Москве, имеют сертификат на возможность преподавания данных предметов, ну и, соответственно, по результатам прохождения таких модулей компании получают сертификат о прохождении каждого модуля. Как я сказал, 11 модулей, а по предыдущему году у нас порядка 150 сертификатов было выдано, то есть порядка 150 слушателей получили знания, как правильно экспортировать. На самом деле услуг для новичков много. Это и консультационная поддержка, то есть получение различных консультаций, поскольку самое важное понимать, что у вас за товар и на каких рынках он может быть востребован. Нужно ли делать какую-то сертификацию дополнительную по товару, нужно ли какое-то специфическое оформление, есть ли какие-то квоты, барьеры заградительные по экспорту в конкретную страну. Ну и самое главное, какой там спрос. То есть это помогает компаниям не потерять лишнее время, лишние деньги, чтобы они, скажем так, пытались выйти на те страны, в которых у них просто нет перспектив. Для этого, естественно, нужно изучать. Также мы проводим различные маркетинговые исследования конкретных рынков по конкретному товару. Заказывая такое исследование, компания сразу понимает, пойдет ее товар на этом рынке или не пойдет. Если говорить о новичках, также можно отнести сюда еще услугу по формированию информационно-презентационного материала на иностранном языке. То есть прежде чем выходить за рубеж, вы должны обучиться, вы должны подготовить свою продукцию, подготовить какие-то презентационные материалы, то есть перевести на иностранный язык коммерческие предложения, возможно пройти какую-то сертификацию, перевести на некоторые страны этикетки ваших товаров и уже ездить в какие-то целевые встречи, в том числе и зарубежные мероприятия. Ну это, наверное, уже больше относится к вопросу более опытных компаний-экспортеров, хотя новички точно так же участвуют и в таких мероприятиях. А какие страны пользуются наибольшим успехом у наших кубанских производителей? Куда хотят отправлять продукцию? Ну, хотят отправлять все, конечно же, в Китай, потому что это большой рынок, он, по сути, не имеет какой-то емкости, но не все представляют, насколько он сложный. То есть рынок сложный, по сути, рынок частично закрытый, есть определенные квоты, барьеры. Если вы идете вне квот, то импортная пошлина при поставке в Китай может возрастать и доходить до 70%. Соответственно, привезя свой товар в эту страну, вы поймете, что ваш товар неконкурентоспособен, он будет просто дороже в 2-3 раза аналогов китайских, и смысла этого делать нет. Если говорить о реальных перспективах, то нужно оценивать готовность компании к экспорту. Если компания крупная или средняя, крупная, давно работает на рынке на региональном, есть какие-то уже экспортные контракты, есть сертификация на товары в разные страны, есть какой-то отдел ВЭД, который занимается именно экспортными договорами, поставками, то, естественно, они могут выйти и в Европу, и в Китай, и в страны СНГ. По сути, в любую страну. Для новичков более перспективны, конечно же, страны СНГ, страны Евразийского Союза. Там нет языкового барьера, там упрощенное таможенное оформление, не всегда есть требования к сертификации, либо подходит та сертификация, которую делают на Россию. Соответственно, для новичков, для старта экспортной деятельности, это более перспективные страны. Ну и, конечно, Азия. Там есть емкость, которой нет, по сути, ни в одном из регионов России. Емкость российских регионов, российской экономики, покупательной способности, она снижается сейчас. И поэтому единственный шанс, скажем так, оставаться на плаву и действительно развиваться, развиваться, зарабатывать, хорошо зарабатывать, это выходить на зарубежные рынки. Начиная там со стран СНГ, ну и, естественно, с прицелом на какие-то крупные сети, азиатские, европейские и так далее. Но вы заветуете именно начинать со стран СНГ. Прислушиваются к вашим советам? Прислушиваются малые компании, которые ранее не занимались экспортом, пытаются выйти, например, на азиатские страны, Европу, некоторые даже в Америку. Но понимая, насколько это сложно, естественно, прислушиваются и переориентируются на близлежащие страны постсоветского пространства, страны СНГ, начинают свою экспортную деятельность с этого. Как только они нарабатывают определенный опыт, знания, компетенции, финансовый какой-то достаток внутри компании, то, естественно, они уже готовы выходить куда-то дальше, находить более крупных партнеров и экспортировать уже более крупными партиями. Но это за собой влечет не только компетенцию, но и развитие, в которое нужно вкладываться, и укропнение компаний, и создание новых рабочих мест. Скажем так, это непростой период, который должна пройти компания. У некоторых это занимает несколько месяцев, некоторые тратят на это годы. Поэтому однозначно сказать тяжело. В каких сегментах производства у нас наиболее сильный экспортный потенциал? Чем мы богаты, сильны? Ну, традиционно Краснодарский край называется «житницей России». Отчасти это правда. Если посмотреть по статистике, то на втором месте после экспорта минеральных продуктов у нас как раз-таки не сырьевой экспорт. Это, прежде всего, пищевая промышленность, сельское хозяйство, зерно, ну и любая промышленность, которая связана с пищевкой, упаковкой, оборудованием для пищевого производства. В этом у нас достаточно много в секторе компаний работает, имеют большой потенциал. Это и наши аграрии, которые экспортируют зерно в разной степени обработки. А это и компании, которые занимаются производством, как я сказал, пищевой промышленности, упаковки, оборудования, которые уже экспортируют продукцию с высокой добавленной стоимостью. Если я возвращаться к услугам, которые оказывает Центр поддержки, кто может к вам обратиться? Какие нужны документы или насколько сложное оформление, чтобы получить вашу поддержку? И бесплатно ли это все, все услуги для предпринимателей? Это в большей степени бесплатно. По ряду услуг есть уровни софинансирования. То есть компания софинансирует небольшую часть, до 20% от общего количества финансовых затрат. Но 90% всех услуг это абсолютно бесплатно, начиная от консультаций, заканчивая организацией уже каких-то мероприятий. И здесь стоит отметить, что получить поддержку достаточно просто. Не так много документов, нужно оформить ряд документов, оформить заявку. Вы должны быть малым и средним предприятием. Резидентом. Да, естественно, резидентом Краснодарского края с регистрацией в регионе. Вы должны соответствовать 209-му ФЗ, где четко прописано, что такое малый и средний бизнес. И по обороту, и по количеству сотрудников вы не должны иметь в своих акведах подакцизных видов товаров. То есть основной вид вашего товара, производства не должен быть подакцизным. Это алкоголь и нефтепродукты. Ну, если говорить об экспортерах, о тех, которые уже опытные и состоявшиеся. Для них есть тоже определенный спектр услуг, которые, на мой взгляд, являются наиболее эффективными. Прежде всего, это непосредственный контакт с вашим будущим покупателем. То есть с зарубежным партнером, с вашим потенциальным покупателем. Здесь в арсенале у нас есть три вида мероприятий. Первое – это выездные бизнес-миссии. Это коллективная деловая поездка с заранее проработанными контактами. По сути, мы едем в зарубежную страну на переговоры, плюс посещаем какие-то мероприятия. Форумы, выставки, наши торговые представительства за рубежом, представительства российского экспортного центра за рубежом. Иногда в некоторых странах есть специализированные шоурумы российской продукции, куда можно также зайти и поставить свою продукцию. Второй вид мероприятий – это зарубежные выставки. На мой взгляд, это сейчас наиболее эффективная мера поддержки, которая вообще, в принципе, существует и в нашем регионе, и в других. То есть центр поддержки экспорта – это сеть. Сейчас это практически в каждом регионе есть порядка 80 центров. Сеть Минэкономразвития и российского экспортного центра, главного куратора данного направления. На выставке мы предоставляем площадь, абсолютно бесплатно это для компаний, то есть мы арендуем площадь, застраиваем красивую застройку, коллективный стенд региона. Там работают переводчики, соответственно, трансферы, организация каких-то встреч, все это абсолютно бесплатно. И в первом и втором случае компании платят исключительно за себя свой перелет и проживание. Все организационные моменты внутри самой поездки абсолютно бесплатно. Ну и третий формат контакта с зарубежным партнером – это приемы иностранных делегаций. Это когда мы по нашей инициативе привозим делегацию байеров, то есть покупателей конкретной продукции, к нам в регион. И организуем здесь встречи, на которые по предварительному списку, по видам продукции, по интересу компаний, по запросу иностранных компаний приглашаем наши российские компании для участия в этих переговорах. Для компании это абсолютно бесплатно, проходит это все, как правило, в Краснодаре. И если говорить о цифрах, то в этом году мы провели, до конца года проведем 12 зарубежных выставок, 4 выставки международные на территории Российской Федерации. Ну, как правило, они проходят в Москве. И порядка 8 приемов иностранных делегаций из разных государств. Все это, в свою очередь, влечет за собой конкретные результаты. Компании встречаются, договариваются, заключают, самое главное, экспортные контракты и различные договоренности на поставку нашей продукции за рубеж. Если говорить о выставочной деятельности, вот не так давно была высказана идея, чтобы помогать кубанским предприятиям, готовым выйти на внешние рынки, в рамках региональной программы развития промышленности и стратегии. То есть, там речь шла о том, чтобы субсидировать часть оплаты за выставочные площади предпринимателям. Вот насколько эта идея окажется живучей и будет ли она реализовываться действительно? Дело в том, что субсидируют у нас затраты на выставочную деятельность сейчас в основном российский экспортный центр. Это немножко другая услуга, другая структура. Они субсидируют до 80% понесенных затрат на выставочную деятельность. Но если говорить конкретно о нашей деятельности, то, по сути, не нужны никакие субсидии, потому что мы 100% это делаем бесплатно. То есть, мы за свой счет застраиваем стенды, приглашаем туда компании, и для них 100% это бесплатно. То есть, ни 80, ни 20, не нужно ничего возвращать, субсидировать. Компания не отвлекает свои ресурсы. Она просто платит за своих специалистов, которые туда едут, свой перелет и проживание, и участвует в наших мероприятиях. Это, повторюсь, абсолютно бесплатно для компании. Ну да, я тоже хотела уточнить у вас, что за идея такая, зачем, собственно, если вы функцию уже эту выполняете? Дело в том, что у российского экспортного центра возможностей гораздо больше, они шире. Например, мы, как я сказал, в год проводим 12 мероприятий. Ну и, например, нет у нас в планах той выставки, которая интересует конкретная компания. Например, она узкоспециализированная. Мы-то выставки все тоже подбираем, исходя из каких-то общих требований. Если мы видим, что, например, 5-10 компаний интересуются таким-то сегментом, мы ищем выставку в этом, скажем так, направлении и организуем ее. Но есть очень узкоспециализированный экспорт. Например, там всего несколько компаний в регионе могут заниматься таким экспортом. Соответственно, делать для них большой коллективный стенд было бы нецелесообразно. Но если эта выставка находится в перечне субсидируемых выставок российским экспортным центром, это можно все зайти, посмотреть у них на сайте, это наши партнеры, наши коллеги, то компания может понести затраты, выставиться там и потом податься на субсидирование. Естественно, лучше заранее все это проговаривать, обращаться к специалистам, чтобы вы точно понимали, что вам компенсируют ваши расходы, что точно эта выставка включена в перечень, нет никаких изменений, заранее подать заявки, ну то есть собрать определенные документы. В принципе, нет ничего сложного. Сейчас уже компания этим пользуется. Но в основном, конечно, если это очень такая узкая специализация. Я так понимаю, что список выставок у вас каждый год пеняется по тематике? Да, естественно, в конце каждого года, вот сейчас мы тоже анализируем, собираем с предприятий их пожелания, их видения, кто в какие страны экспортирует, кто какими странами интересуется, собираем, скажем так, перспективные страны, анализируем их и вместе с нашими коллегами из российского экспортного центра, из Минэкономразвития, ну и, естественно, учитываем мнение бизнеса, потому что мы все-таки везем туда бизнес, это делается для них, поэтому кому как не им точно знать, где их продукция востребована, какие выставки они, может быть, уже посещали, уже готовы поделиться с нами эффективностью. И, соответственно, их на следующий год закладываем, планируем. В том числе наши коллеги из российского экспортного центра, количество их выставок гораздо больше, но там механизм больше возмещения затрат. Плюс они также проводят свои бизнес-миссии коллективные, стенды, в том числе для крупных компаний. То есть, в отличие от нас, они имеют возможность работать именно с крупным бизнесом. А есть какие-то точные данные? Сколько у нас сейчас в крае экспортеров? Сколько в реестре центра поддержки экспорта находятся организаций и предприятий? И вообще, какова динамика обращения в ваш центр? Заявок становится больше с каждым годом? Ну, естественно, с каждым годом заявок все больше и больше. Когда мы только начинали свою деятельность, нам, по сути, приходилось бегать за компаниями. И поскольку никто не знал, что есть такие меры поддержки, уровень доверия, в принципе, к государственной поддержке был низкий. То есть, для людей это было что-то новое, что-то незнакомое. То есть, приходилось убеждать и, так сказать, затягивать под конкретные услуги. Естественно, со временем, если какая-то компания получила услугу, хорошо отработали, есть эффективность, и ей все это нравится и устраивает, то, естественно, она в последующем становится постоянным клиентом и постоянно обращается к нам в центр. С каждым годом количество получателей услуг растет. В среднем это в год порядка 300-400 компаний уникальных, неповторяющихся, которые получают до тысячи услуг по разным направлениям. И если говорить о количестве экспортеров, то по данным статистики рост есть каждый год, порядка 20-30% по количеству экспортеров. Но эта статистика включает в себя и разовых экспортеров. Например, вы вывезли пробную продукцию, один ящик чего-то, вы попали уже в статистику. По сути, по статистике вы являетесь экспортером, хотя это могла быть просто какая-то пробная партия. Таких сейчас по данным статистике чуть больше тысячи. Если их обработать, вычленить оттуда более-менее постоянных экспортеров, кто ведет постоянную экспортную деятельность, то таких компаний порядка 500 сейчас. Естественно, каждый год они меняются. Компания один год может экспортировать, потом взять паузу на год, на два, или наоборот перестать экспортировать. Естественно, есть тенденция к тому, что многие компании, которые еще не экспортировали, начинают свою экспортную деятельность и заходят в эту статистику уже успешными экспортерами. А есть у вас такие долгоиграющие подопечные? Ну, вы знаете, у нас по статистике, так сказать, лояльность клиента порядка 70-80%. То есть, по сути, почти все компании, которые хоть раз обратились и получили услугу, в дальнейшем остаются с нами, ведут с нами. Ну, здесь зависит от услуги. Например, если это консультация, разовая поставка, человек мог проконсультироваться и больше не появляться. Хотя, если его хорошо проконсультировали, почему бы ему не вернуться? Если мы говорим о каких-то уже более таких глобальных крупных услугах, там, участие в зарубежных мероприятиях, выставке, бизнес-миссии, или там, в приеме иностранных делегаций, то, конечно же, компании возвращаются практически в 100% случаев абсолютно. А с этого года вот мы запустили, например, ряд новых услуг, которые еще пока бизнесу немножечко так неизвестны, хотя и там из других регионов москвичи уже давно-давно пользуются этими мерами поддержки. Прежде всего, это электронная торговля, то есть электронные торговые площадки. Экспорт – это не только когда вы нашли одного партнера, заключили с ним контракт, и вот через него все в эту страну запускаете. То есть можно идти разными, скажем так, путями, стратегиями, в том числе вот сейчас порядка 30% в других зарубежных странах, то есть 30% из всего экспорта – это электронная торговля. Прежде всего, это электронные торговые площадки Alibaba, AliExpress, это eBay, это Amazon, это Wildberries. Достаточно много различных площадок, которые работают и на СНГ, и на азиатские страны, и вообще, в принципе, по всему миру. У нас есть такая услуга, как размещение компании на электронной торговой площадке, где мы за компанию покупаем какой-то пакет годовой, и для компании это абсолютно бесплатно, она выходит на эту площадку. В некоторых площадках, таких как eBay, Amazon, выход, по сути, бесплатный, но, тем не менее, у нас есть пакет по сопровождению. То есть компанию размещают, за нее проходят, ей помогают проходить регистрацию, размещают ее товар, помогают правильно описать товар, правильно перевести материалы, правильно выстроить маркетинг, обучение есть, то есть как правильно работать, когда отвечать. И все это бесплатно? Все это бесплатно. Даже вот в той же Alibaba, например, мы можем купить компании действительно хороший пакет, она может там разместиться и быть в топах, продвигаться и очень много продавать через электронную торговлю. Но тут многое зависит от самих компаний. Например, компания может перестать, скажем так, отвечать на запросы партнеров, в том числе, если мы говорим о китайских партнерах, то есть разница во времени. И там, чем быстрее ты отвечаешь, тем больше у тебя рейтинг. Соответственно, компания, которая отвечает в течение часа, имеет космический рейтинг и выводится в первых строчках, когда кто-то ищет товар. Если компания отвечает в течение суток, это нормально. В течение недели, по сути, вы скатываетесь вниз, и вас никто не видит. То есть если мы говорим про Китай, должен быть конкретно закрепленный менеджер, который вплоть до того, что ставить там уведомления, просыпаться ночью и отвечать. Потому что пока вы проснетесь, приедете на работу, уже пройдет, может быть, 5-6 часов, и покупатель останется недовольным. То есть он увидит, что ему не отвечают, он обратится в другой магазин, где ему отвечают, и купит продукцию там. Ваш рейтинг падает, вы теряете клиента. Соответственно, чтобы такого не было, мы проводим и обучение. То есть не только размещение на площадках, но и обучение. Это вот касаемо, скажем так, новых услуг, которые мы запустили только с этого года. Наверняка пользуются бешеным спросом, да? Ну, мы это запустили не так давно. Например, Алибабу мы запустили где-то с полгода назад, и там все пакеты, которые были, уже разобрали. Мы сейчас делаем до финансирования этой услуги. По eBay, скажем так, мы запускаемся только сейчас, и уже очередь стоит. Ну и надо не забывать, что это вот такие новые методы, которые действительно работают. Действительно есть опыт других стран, которые успешно экспортируют по такому направлению. Также я хотел сказать еще про новые услуги. Ну, например, есть поиск и подбор партнера. То есть компания говорит, я хочу найти партнера, условно, там вот в такой-то стране, у меня есть товар, предварительно мы проводили анализ, что наш товар там пойдет. Вот, пожалуйста, найдите нам партнеров. Вот, мы, соответственно, ищем своих партнеров на той стороне, за рубежом, которые могли бы провести такую работу. Они подбирают партнеров, и мы потом предоставляем список потенциальных контактов партнеров нашим кубанским компаниям для дальнейшей проработки. И они уже дальше сами с ними работают. Да, дальше уже сами работают. То есть мы не берем никакие проценты, не претендуем там знать какую-то коммерческую тайну и так далее. То есть мы вот даем им список, допустим, 10 компаний. Там будет написано, интерес средний, слабый, сильный. То есть компании с сильным интересом, это, по сути, уже готовые покупатели. Все зависит, естественно, от условий. То есть им нужно самим договориться по условиям поставки, по ценам, по объемам партий. То есть все зависит от объемов, например. Продаете много, можно по цене чуть-чуть сбрасывать. То есть, ну, это уже чисто такие коммерческие переговоры, в которые мы не вмешиваемся. То есть это уже дело самих компаний. И действительно, это, да, пользуется спросом, в том числе и по услугам. Вот, например, есть такое понятие, как экспорт услуг. Это когда иностранцы приезжают к нам в наш регион и что-то здесь покупают. Либо пользуются какой-то услугой. Например, туристические услуги, медицинские услуги, образовательные услуги. То есть у нас есть очень большой курортный потенциал, в том числе и в сочинской зоне, да и вообще, в принципе, все побережье. И уже достаточно много компаний, много туроператоров, которые работают с зарубежными партнерами. Иногда это зарубежные делегации. Иногда это просто отдельно взятые туристы. Кто-то приезжает отдыхать, кто-то на рыбалку приезжает, кто-то приезжает получать образование в краевой центр, кто-то приезжает полечиться. Все это, если это иностранцы, особенно если это какая-то групповая делегация, все это считается экспортом услуг. И для них, для таких экспортеров услуг тоже есть и работают данные меры поддержки. Это тоже из разряда новых услуг? Это из разряда направлений. То есть есть экспорт товара, есть экспорт услуги. И то, и другое, и те, и другие компании могут обращаться за какими-то нашими мерами поддержки. Просто, например, размещаться, допустим, на электронных торговых площадках смысла нет. У них нет товара, если мы говорим про услуги. Но мы, например, плотно работаем с нашим министерством курортов и туризма краевым по организации различных туристических выставок. То есть крупная зарубежная выставка, там выставляются наши туроператоры и привлекают иностранных операторов, иностранных туристов. Рассказывают об экспортном потенциале, о туристическом потенциале нашего региона. Все это продвижение нашего региона, продвижение наших экспортных возможностей. Не только товаров, но и услуг на примере того же, например, туристического потенциала. А как долго можно пользоваться услугами Центра поддержки экспорта? В принципе, каких-то ограничений нет. Есть ограничения на участие в конкретных мероприятиях. Например, в год. То есть, например, компания не может, например, открыть три магазина на Алибабе. Она должна открыть только один в год. Либо она может открыть на разных площадках этот магазин. Здесь нужно понимать, что меры поддержки есть, но, естественно, если 100% компаний захотят ими воспользоваться, то просто не хватит количества этих мер, не хватит никакого финансирования, если мы говорим про краевой центр. Есть, конечно, и федеральные меры поддержки, и их достаточно много. Сейчас их больше, чем компании за ними обращаются. Поэтому мы стараемся стимулировать, подробно об этом везде рассказывать, стимулировать компании обращаться на конкретные мероприятия. И мы видим, что за последние 2-3 года активность компаний в плане экспорта, особенно после 2014-2015 года, когда курсы валют изменились, мы видим действительно интерес, спрос и увеличившуюся активность в этом направлении. Ну что ж, спасибо вам за беседу, было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо.